добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хотел поговорить о двух важных аспектах которые можно озаглавить общим заголовком обетование отца давайте прочитаем несколько отрывков и первый из них это послание галатам 3 глава и первый из них это послание галатам 3 глава 13 14 стихи христос искупил нас от клятвы закона сделавшись за нас клятвой потому что написано проклят всякий ли висящий на древе дабы благословение авраамова через христа иисуса распространилась на язычников чтобы нам получить обещанного духа веры обратите внимание на то что когда мы с вами говорим о крещении в духе святом мы говорим о том что возможным она стала исключительно благодаря жертве иисуса христа об этом пишет апостол павел таким образом бог дал нам духа святого не благодаря каким-то нашим заслугам не благодаря каким-то выдающимся достижениям или каким-то другим нашим делам действиям или праведности он дал это нам исключительно благодаря нашей вере апостол павел пишет что христос умер и воскрес для того чтобы мы получили обещанного духа через веру не через дела не через праведность не через дела праведности не через какие-то другие усилия а через веру поэтому для того чтобы принять духа святого необходимо исключительно поверить в искупительную жертву иисуса христа и в то что дух святой он приходит в нашу жизнь для того чтобы изменять нас для того чтобы действовать через нас для того чтобы мы были свидетелями второй отрывок это 24 глава евангелия от луки 49 стих смотрите что говорит иисус я пошлю обетование отца моего на вас вы же оставайтесь городе иерусалиме доколе не облечетесь силою свыше иисус говорит о том что дух святой не просто приходит и живет с нами делая нас лучше преображая наш внутренний мир делая нас внешне более привлекательными более мудрыми более красноречивыми и так далее он приходит для того чтобы дать нам силу для свидетельства о жертве иисуса христа он приходит для того чтобы мы с вами могли служить погибающему миру для того чтобы наша аргументация была нечеловеческой чтобы дух святой живущий внутри каждого человека служил через нас погибающим и